Ребятушки, всем привет! Всех рада видеть на своём канале. Сегодня вот начинаю для вас съёмку очередного видео непосредственно про участок. Судя по предыдущему видео, вам это интересно, пришло больше людей, были приятные комментарии от вас. За это отдельное спасибо, потому что, конечно, когда вы пишете, когда вы радуетесь вместе с нами, когда вы пишете своё мнение, высказываете, много человек написало именно в личные сообщения с поздравлениями о том, что мы за вас рады, вы такие молодцы, удачи вам и так далее. Конечно, это бесценно, это очень приятно видеть, читать, потому что, ну, конечно, мы стараемся что-то снимать для вас и получать вот такую вот отдачу, это очень круто. И больше людей обращает на нас внимание на улицах, люди подходят к нам, мы их не знаем абсолютно, до сих пор ещё теряемся, не совсем, знаете, так как-то комфортно себя чувствуешь, когда человек с такой улыбочкой к тебе подходит. О, поздравляю, вы молодцы, вот купили участок, будете строиться, да? Вот у нас был на днях такой случай, и мы такие, боже, за нами что следят? Откуда такая информация? Мы же как бы не особо вроде распространялись, ну, вживую, скажем так, да? А потом человек добавляет, ну, мы подписчики вашего канала, типа, всей семьёй смотрим. И мы такие, алё, алё, ну, всё понятно теперь. Вы как бы нас смотрите, да? А так сразу вот такие мысли всякие в голову лезут. Поэтому, ребят, если вы как бы решитесь подойти, пообщаться, мы не против, кстати, вот, но сразу как-то, ну, предупреждайте нас немножечко о том, что вы подписчики, и как-то уже проще, знаете, тогда общаться, нежели человек подходит, задаёт в лоб какие-то вопросы, ты его не знаешь, видишь первый раз, а он тебя знает. И ты так теряешься, тебе так неловко. Вот это такое странное чувство. Наверное, начну сегодняшнее видео так-так-так, знаете, с чего? Как раз я нахожусь в комнате, где это всё добро лежит. Мы, в общем-то, собираемся в субботу ехать, хотела сказать, на дачу, но дачи там ещё нет, на участок. И поскольку мы жители городские, у нас не было никогда дома, да? Мы всю жизнь прожили с Лёшей в квартирах. Как-то вот, нет, не было опыта у нас, да? Я думаю, по нам это заметно, что мы такие не совсем называем вещи своими именами, и в дальнейшем будут такие ляпы, и вы стопудово это заметите. Но, тем не менее, как есть, мы, естественно, не можем всего знать, мы не жили никогда в доме, мы никогда не строили дом, тем более. Поэтому всё с нуля. И, в общем, у нас в планах в субботу приехать на участок. Я буду, наверное, как-то убирать всю траву, которая вот там сейчас скошенная лежит. Мы купили грабли, и, в общем, я, наверное, займусь этим. А Лёша планирует хоть как-то там обрезать ветки у деревьев, у кустов, которые вот нам не нужны и которые планировалось убирать. И, наверное, мы будем пытаться сначала своими силами это сделать. Если у нас уже, конечно, не получится ничего сделать с этими деревьями самостоятельно, будем уже дальше что-то думать. Просто эпичность ситуации в том, что мы спрашивали там у людей, да, приехать вот это всё срезать, сколько это будет стоить. Нам называли такие бешеные суммы, что как-то вот в голове не укладывается. Неужели там пару вот этих тоненьких деревьев, это ж тебе там не клён здоровенный, да, с толстым стволом? Вы же видели в прошлом видео, что там небольшие деревницы, собственно. Может быть, я даже сюда потом вставлю фотку или что, кто не смотрел, гляньте. И говорят, там такие суммы, ну, до тысячи рублей, чтобы вы понимали, срезать эти деревья. Я не знаю, может быть, нам и придётся это, конечно, сделать, но вначале будем пытаться. Может быть, как-то неграмотно, неправильно, но это будет опыт. Мы поделимся с вами этим опытом. И, конечно же, поскольку, я ещё раз говорю, мы городские ребята, у нас нет дач, не было, да, ну, были когда-то, но это было там бабушкино, там, да, вот это всё. Ну, это наш первый опыт, и у нас нет никаких инструментов, соответственно, нам нужно всё покупать впервые, делать всё впервые. И вот для вот этих работ субботних мы немножечко подготовились, и вот я сейчас как раз в этой комнате стою, сейчас вам даже покажу. Купили кое-какие инструменты, которые нам пригодятся в работе. Блин, я, наверное, очень много вам тут говорю сейчас, такое длинное вступление получается. Поэтому давайте переходить уже к более таким интересным вещам и посмотрим, что же мы прикупили себе. Ну что, показываю вам наше оранжевое приобретение. Посмотрите, короче, две пары грабель. Видите, какой подход. Как только мы заключили сделку на участке, мы сразу же вышли, сели в машину и поехали в милю. Ну, трава сама себя не уберёт. Вы же видели, что на участке она скошена сейчас и просто валяется. Поэтому, конечно, нужно её убрать. И, в общем-то, взяли две пары грабель, потому что они были довольно дешёвые. 17 с чем-то рублей вот за одну штуку. Очень даже цена неплохая, потому что я в интернете смотрела, там были варианты намного дороже. Хотя грабли и грабли, металл и дерево как бы всё везде вроде одинаковое. Вот тут наклеечка есть, я вам сейчас даже покажу. Вот на 12 зубьев. Такие вот обычные грабли. Я думаю, что нормально. Очень даже вполне мы с ними будем хорошо, так сказать, сотрудничать. И следующее, что я вам покажу, это вот такую вот... Ой-ой-ой-ой. Вот, видно вроде. Такую вот нитку. Мы её купили, знаете, для чего? Для того, чтобы после межевания поставить эти колышки на участке, да, пометить свою территорию, как говорится, и пустить эту нитку по всему участку. Ну, чтобы просто люди видели, что как бы это чья-то территория. Честно, я на неё цену не помню, но она была вообще недорогая. Рубля, наверное, 4. Вот 4-5 вот так вот максимум. То есть не дороже. Перчатки купили ещё две пары. Самые такие вот обыкновенные. Стоили они, по-моему, 2,60. Тоже в миле брали вместе с вот этим вот мотком ниток. Они в одном отделе, так сказать, находились. Ну, взяли уже, чтобы проявить себя, как говорится, на участке. Наша следующая покупка — это вот такой дождевик. Стоит он 4,79. Купили мы его в магазине «Ваш выбор», который находится возле универмага «Беларусь». Мы зашли, в общем-то, посмотреть резиновые сапоги в него, потому что это вообще отдельная история. Резиновые сапоги — это нечто. Мы так долго их искали, может быть, позже вам подробнее расскажу. Но, в общем, сам факт, что мы зашли в «Ваш выбор» и увидели там вот такой вот симпатичненький дождевичок. Никогда не было у меня дождевиков, наверное, у Лёши. Не знаю, даже не спрашивала у него. Может быть, у него и был, но у меня точно не было. Вот, взяли мы его. Знаете, для чего? Просто вот поедем же в субботу деревья эти пытаться пилить, обрезать. И просто на всякий случай, чтобы там ничего не прилетело, Лёша. Ну, сори, не было другого цвета. Будет Лёша ходить в розовом дождевике по участку, потому что всё-таки ветки, опилки, там, клещи, я не знаю, какие-то жуки. Кто там может быть в тех ветках? Ну, просто как мера предосторожности, плюс чтобы особо не вымазываться, взяли вот такой ему дождевик. Кстати, в этом магазине нас узнала мама нашего подписчика, как мы поняли. Очень было мило и приятно, поэтому маме подписчика и самому подписчику привет. Кстати, он тоже из Минск мира. Это уже у нас покупочка из Ома. Даже не просите меня примерять. Не готова я сейчас это делать. Может быть, Лёшку попрошу в субботу показаться на камеру в этих очках. Но они реально крутые. Для работ на участке идеально подходящие, потому что, видите, они со всех сторон закрыты. То есть, глазки защищены. Особенно мне нравится, что вот эта штука сверху касается лба. И получается, вот как раз-таки Лёша работает с деревьями, с ветками. И у него сверху вся вот эта часть полностью глаза закрыты. То есть, вот эта вот полоска упирается в лоб. И вообще, хоть ты что делай, ты как бы под защитой. Такие вот очечи стоили 7 с чем-то рублей в Ома. И они там были последние. Ну, короче, народ их берёт. Там было много разных очков. В основном были такие, вот знаете, как обычные солнцезащитные с дугами пластиковыми. А вот эти оставались самые последние. То есть, пользуются спросом. Следующая наша покупка — это вот такая ножовка по дереву. Я думаю, уже никому не нужно объяснять, для чего она нужна. Так уже все всё знают. Просто в субботу может какие-нибудь ветки попилить. Брали её в ЦУМе. Она стоила до 10 рублей по акции. Потому что в определённые дни в ЦУМе, как вы знаете, есть очень хорошие скидки. Мы вот как раз там ходили-бродили в тот день, когда вот у них была эта скидка. И эта пила нам получилась за 9 с чем-то рублей. Короче, до 10. У неё такая ручка удобная. Ну, в общем, пригодится в хозяйстве. Почему бы и нет, правильно? Так, ну и что тут за грохот? Здравствуйте. Здравствуйте, Мия. Вы мешаете съёмочному процессу. Привет всем подписчикам, да? Скажи. Мюш, ну посиди, пожалуйста, здесь. Ну ты же будешь лезть ко всем этим инструментам. Ты же видишь, я показываю. Ну посиди 5 минут, ладно. Всё, давай. Вот у этого инструмента вообще моё любимое название. Называется он «Сучка-рез». Посмотрите, какой он мощный. Вот такой вот. И, кстати, очень тяжёлый. Я не знаю, как Лёшке будет с ним работать, но реально вот для меня он тяжеловат. Ну, потому что металл и дерево, в принципе, тоже такое, видите, массивное. Если кому-то надо, то самое важное, это запомнить его вот это вот название. НУ2-2. Он, кстати, в разных магазинах стоит по-разному. Мы смотрели его в ЦУМе. Он стоил там 45 рублей. Мы смотрели его в вашем выборе, вот там, где плащик покупали. Там он лежал за 33. И, 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 подождите, где ещё? Ну, ещё на каких-то сайтах в интернете. Там, в общем, цены были тоже разные. Но самая выгодная цена была в 21 века. Мы применили промокод, и он нам получился за 28 рублей. Так что тоже посмотрим, как он себя проявит, надолго ли его хватит. Но вроде комментарии были положительные. К сучкорезу в пару мы купили вот такие вот садовые ножницы. Они тоже такие вот большие, но уже, надо сказать, намного легче, чем сам сучкорез. Стоили они всего лишь 15 рублей в Ома. Но я думаю, что грех было не взять, потому что, ну, всё-таки вы поняли, у нас цель постараться самостоятельно избавиться от этих деревьев в середине участка и от куста, который там возле берёзы находится. Ой, не возле берёзы, возле сосны. Потому что как-то вот, ну, немножко душу джава платить такие деньги за просто срез вот этих деревьев, спил деревьев. Конечно, у нас нет бензопилы, поэтому мы вот так вот пытаемся хоть как-то что-то купить, упростить себе немножечко задачу. Мы там высмотрели кое-какой способ в интернете для тех людей, у кого нет бензопилы. Вот, потом вам подробно уже на участке, наверное, покажу, чтобы было интереснее уже наблюдать, а не просто слушать, ну, воспринимать на слух, скажем так, без картинки. Вот, поэтому показываю вам только инструменты, и вроде как по инструментам на этом даже и всё. Итак, вот обувь, которая помотала нам нервы, ого-го, скажем так. У нас в голове был чёткий план, что нам к субботе нужны резиновые сапоги. Мы стали обдумывать, искать, смотрим в интернете и поражаемся. Ничего себе цены на резиновые сапоги по 50 рублей, по 70 рублей. Вообще, я была очень удивлена, потому что я не думала, что обычные резинки могут столько стоить. И потом мы нашли интересное предложение в Ома. Там были, видимо, тоже какие-то остатки резиновых сапожек разных цветов прикольные, по 17 рублей. И мы такие, о, всё, надо срочно брать, пока они есть, заказали. Там не было выбора, там был только 38 размер, то есть это был бы мне, и был 40 размер Лёши. Я знала, что он мне будет велик, потому что я уже поняла, в миле мы были, тоже там не было вариантов. То есть, когда грабли покупали, это было до Ома ещё. Я померила 38, поняла, что он мне велик. И думала, ну ладно, за 17 рублей уже потягаю, может быть, там в обувь, на обувь как бы надену резиновые эти сапоги. Что вы думаете? Перезванивает Ома и говорит, извините, всё, уже в наличии ничего нет. Если хотите, там где-то в новый боровой магазин можете съездить, забрать. Там последняя пара где-то валяется на задворках империи. Мы такие, ну нет, конечно же, мы не поедем. Стали искать дальше. И первое, что нам пришло в голову, это универмаг Беларусь, потому что это недалеко, в принципе, от Минск мира. Это такой старый магазин, универмаг из совковых, так сказать, времён, где всё вроде как должно быть. Приезжаем мы туда, там есть отдел сад и огород или что-то такое, как-то он называется, я уже точно не помню. И, значит, приходим, и там есть вариант для Лёши. Вот точно такие сапоги стояли, тоже сороковой размер, но чуть дороже, чем мы купили в результате. Для меня не было ничего, всё было велико. Мы спросили у продавцов, есть ли какой-то выбор на женскую ногу, поменьше размера, потому что там стояли сорок, сорок один, вот такие вот. И они сказали, нет, мы распродаём остатки. Мы такие, блин, ну как же так, что такое, по всему Минску будем искать какие-то резиновые сапоги, мучиться. И, значит, всё, что там было, кстати, там очень даже нехило тоже стоило, по 50 рублей. Вы знаете, что есть ещё даже утеплённые всякие варианты. Ну я знала, конечно, что там носки надевают и всё такое, но прям продаются сапоги с утеплителем, там тоже в районе 80 рублей. В общем, не суть. До этого ещё в Миле, вот когда мы покупали грабли, тоже там кое-какие были варианты, тоже бешеных денег стоили. И тоже были какие-то остатки. В общем, нас это даже напрягло немножко, что что это такое, везде какие-то остатки, ничего толкового нет. Я уже на Вайлдберисы посмотрела, там тоже дорого и качество хромает, судя по комментариям. Ну и, в общем, мы не знали даже куда ехать, потому что вот если бы мы жили в Уручье, как раньше, там есть магазин хозяйственный, тоже советских времён, называется Пальмира. Вот там, конечно, наверное, было бы всё, но в Уручье ехать было лень. И, значит, прямо из Белоруссии мы позвонили в ЦУМ, там же тоже есть этот сад и огород, так называемый отдел. И там нам сказали, да, приезжайте, есть, слава богу, разные цвета и ещё даже немножко есть выбор. Мы сразу, так сказать, по коням и быстренько туда поехали. И, в общем, вот эти сапоги мы нашли именно там. Я хотела повыше, потому что у меня вечно штаны подстрелы, у меня нет длинных штанов, почему-то так по жизни получается. И мне надо было как можно большую часть ноги закрыть. Из того, что там было повыше, они были единственные в белом цвете, но я хотела, и Лёша хотел тоже какие-то или цветные, или светлые. Потому что на тёмных не видно ничего. Вот, поэтому я померила эти, они мне сразу как бы вписались хорошо. Вот 37-й я в жизни ношу там 37-38, но даже этот 37-й мне великоват. Поэтому вот резиновые сапоги большимерят, наверное, размера на 2, где-то так. Ну, видите, они широкие ещё сами по себе. Вот, и, значит, мои сапоги удалось найти вот за 34, грубо говоря, рубля. Ну, Алёша уже взял точно такие же, как были в Беларуси, 30-78. Ну, он мог бы их и в Беларуси взять, да, то есть они были в наличии там, но просто не было на меня вообще ничего, были все мужские. Вот, и получается, мы не хотели уже разделяться, чтобы за одной парой сапог, потом моих, ездить по всему городу. Уже хотели вместе в одном месте купить, как бы, и всё. Вот, единственное место, ребята, если вам нужны сапоги резиновые, где ещё есть маломальский выбор, это как бы вот как раз-таки ЦУМ, пятый, по-моему, ой, господи, четвёртый, четвёртый этаж, женская обувь, и вот там вот они стояли. Вот такая вот история с резиновыми сапогами, представляете, как сложно их найти. Всё, вроде по покупкам я вам всё показала, сейчас, наверное, уже перемещаемся на участок, и вы уже увидите, что же мы там мутим-крутим. И вот они показывают мне, куда видится. Вот я с точностью, вот у меня по высоте 4 миллиметра в плане, там, ну, полтора, ну, это всё в метрах. Вот точность такая пляжа. То есть это сантиметры, грубо говоря. Это третья цифра, это миллиметры. Это миллиметры, да. Ну, это плюс-минус тут за счёт того, что там... Ну, ещё он чуть немножко качается на ветру, и всё такое. Вертикально чуть стоит, какие-то поправки, поэтому там два, ну, два-пять, ну, макси. В общем, десять, может, не пять из-за этих всех. Привет, ну что, мы уже приехали на участок. Уже вот такой вот бомж-стайл. Беленькие, чистенькие пока ещё резиновые сапоги. И сейчас я вам покажу, наверное, как нам сделали межевание. Мы уже успели сделать межевание и топографическую съёмку. Правда, результаты съёмки у нас на руках их ещё нет, то есть нам вернут их чуть позже. А вот кое-какие колышки уже вбили. И сегодня мы с собой ещё вот привезли, в Миле взяли вот такие вот тоже штуки деревянные. Постараемся по периметру как-то обозначить территорию, потому что колышки, которые нам вбил человек, который делал межевание, они очень маленькие. А участок, видите, какой? То есть трава всё ещё такая высокая, болотистая. Поэтому надо как-то более явно очертить, так сказать, нашу территорию. Сейчас Лёша будет этим заниматься, а мы с мамой будем начинать, наверное, убирать траву. Вот так это выглядит. То есть то, что вот эта железяка стоит, это мы с Лёшей в прошлый раз уже поставили, чтобы хоть как-то чуть-чуть вот повыше были эти столбики. А дяденька нам поставил вот такие низкие. И вот как-то не очень это видно. Вот даже сейчас я иду. Следующий колышек даже сразу и не вижу. Зато вижу, что сосед чуть-чуть залез на нашу территорию. Это факт. О, видите, трава быстро очень отрастает. Вот эти вот высокие, не знаю, что это было, кусты, не кусты. Надо что-то с ними будет делать. Меня уже вот ждут грабли. И раз я уже в самом конце участка покажу вам, вот видите, какие эти колышки мелкие. Мама уже начала. Сложно, да? Сложно? Ну, грести это всё. Да. Это тяжелое конец, да? Да, да. В общем, вот такие они мелкие. Поэтому мы привезли свои эти палочки. Сейчас Лёша будет их расставлять. Посмотрим, что из этого выйдет. Взяли эту красную нитку с собой. И потом тоже попытаемся как-нибудь обвязать, чтобы было более явно. Ну, а сейчас пора приступать. Да, растительность ещё та. Не очень это удобно делать, скажу я вам. Ну, прижётся. Да, такого я сама не ожидала, что я буду так делать. И тем более, что вы меня увидите с граблями. Ну, ладно. Вот она, сельская жизнь. Ну, сгребается, почему нет. В принципе, что-то формируется, видишь, скульпси. Мама сегодня оператор. Передай подписчикам привет. Передаю подписчикам привет. Ну, что, вот Лёшка натянул уже эту нитку, красную верёвочку. И она идёт по всему участку. О, сейчас я вам покажу кое-что интересное. Сейчас, где этот секатор? Берём секатор, идём к Лёхе. Он пытается обрезать упавшее дерево. Сейчас посмотрим на этот прикол. Мы уже идём тебя снимать. О, видите, сельская жизнь, всё как надо. Выйду на улицу, гляну на село. Да? Гусиные лапы. Подержи пока вот эту штуку, а я возьму вот эту штуку. Так вот эту надо снять. Зацените, тапки какие у Лёшки. Прекрасно. Они вот такие. А дальше за деньги. Вот так вот. Замечательно. Так что, покажи, что, как режут. Ну, например, вот этим вот сучка резом. Продемонстрируйте, пожалуйста. Мы просим вас. Тут, конечно, дерево довольно сухое, но тем не менее. Вот я не знаю, диаметр вот, например, вот этой ветки на сантиметра 4 где-то. Ну-ка. И мы берём вот так вот, да, и всё. Ой, ну так прикольно. Всё равно надо силу в руках иметь. Ну, особо я бы не сказал. Режется довольно легко. Да, режется легко. Просто это дерево упало. Сухое оно, вот именно. Да, и оно у нас сейчас лежит прямо по границе участка. Надо что-то немножко обзагородить. Ну, вот, ниточка, видите, граница и вот дерево. Ну, вообще, я тут просто довольно много спилил. Ладно, а этой штукой что можно сделать? Немножко внизу. Покажи. А я не знаю, этой штукой что тут можно сделать. Траву. Сейчас мы посмотрим. Что тут ей можно сделать? Только ниточку не порви. Придержи-ка её потом. Давай. Получится что? Да. Китайские ножнички за 15 рублей. Как я вам уже и говорила. Просто режу, не знаю, что что-то там режется, что-то не режется. Ну, немножко так опустить траву. Первый раз в жизни какими ножницами работаю. Ну, а что, надо приобщаться. Понятно, вот оно что. Китай вон Китай. Всё? Ну. Всё. Ну вот. Одноразовые ножницы. Не берите эту ерунду, короче. А, ну, теперь я почувствовал крапиву. Хо-хо-хо. Ну, теперь вы хотя бы поняли, что да, ножницы отстой. Ну, блин, 15 рублей. Очень цена, как бы вам сказать, заманила. Не, они в принципе режут. Просто это можно как-то приклеить потом суперклемки к нибудь. Ну, можно попробовать. Они-то всё равно режут. Только ручки уже подваливались. Ну, знаешь, не сказать, что айс прям режет. Ну, вот я вижу, как ты в камеру смотрю. И вижу, как ты типа пытаешься резать несколько раз одно и то же. Ну, не сказать, что оно прям отрезается. Оно как-то хватается, и всё. И ты тянешь, тянешь. Ну, ладно, крапива может быть. Она толстая. А тонкую траву режет не очень. Ну, 15 рублей. 15 рублей. Нет, это не вариант. Ну, взяли так на пробу, как говорится. Но второй раз я бы такие точно не хотела. Лёша уже вбил эти колышки. Видите, как они тоже удачно подошли. Ну, они так вот по всей территории. И вот он на них закрепил эту красную ниточку. Ну, и внизу эти малюсенькие колышки, которые вот этот наш межевальщик сделал. Насчёт цены вам не сказала. Сколько стоило межевание на наш участок. Вместе с топографической съёмкой, которую мы ещё не получили. 470 рублей. Сколько прошло времени с тех пор, как мы с мамой вот на втором участке сгребали траву? Час прошёл или уже больше? Полтора где-то. Где-то час 05. Час 05. Сейчас я вам покажу, что мы смогли сделать за это время. Ой, ребята. Ну, это сложнее, чем я думала. Но, честно, меня это воодушевляет. Я прям кайфанула. Ну, мы ещё продолжим. Мы просто немножечко, так сказать, остановились попить воды. Но, тем не менее, вот что мы сейчас имеем. Это вот такие вот кучи травы на втором участке. Вот так они лежат. Конечно, так лучше. Ой, кто такой молодец? Мы молодцы. Видишь, какие мы молодцы? Молодцы. Вот. Ну, нам ещё фигачить и фигачить, как говорится. Но эффект уже виден. Намного лучше. О, вот на первом участке вообще весело, задорно. Ну, а что делать? Как-нибудь потихонечку всё здесь делаем. Смотрите, какая соснатки. У неё шишки классные. Прям кайфую. Пасмурно сегодня. Такое вот небо. Но это лучше, чем жара. Сейчас мама попробует срезать у сосны нижние ветки. Посмотрим, что выйдет. Взяла мой любимый сучка-рез. Ещё раз акцентирую внимание на этом названии. Может, тебе очки надо принести? Надо. Ну как, получится интересно? Опа. О, как нормально. Осторожно глаза. Смотри сама глаза, не смотри наверх. Работать профессионалом. Ну, короче, ребята, сучка-рез ещё тот, я вам хочу сказать. Молодец. Ой, какой хороший. А вот эти вот ножницы китайские за 15 рублей нет. Мы бы их не брали ещё раз. Но, тем не менее. Посмотри, я могу обрезать. О, кукла Барби стоит. Посмотрите на него только. Вы лишь только гляньте. Ну. Первый хлопец на деревне. Ну, посмотрите на него. Ну, что ты меняешь? Тут есть пуговки между собой. Пуговки? Ну-ка, давай. Fashion. Is my profession. Ой, пакеты улетают. Пакеты улетают. Придави. Ай-яй. Какой-то, знаете, ветер поднимается. Мне кажется, что мы не успеем закончить сегодня. Потому что передавали дожди. Да ладно. Не, ну это вы только гляньте. Это, конечно, шедевр. Сюда надо вставить песенку вот эту. Как это? I'm a Barbie girl. На-на-на-на-на. Короче, я наделала наизнанку. Пластик из фантастик. Да? Ну, надо по-другому. Ладно, всё. Пока все при деле. Я с тобой разговаривала. Смотрите, какой ветер поднимается. Ужасный. И уже что-то закапало. Пойду-ка я быстренько ещё постараюсь что-нибудь погрести. Ну что, вот наше поле деятельности. На меня капает всё. Надо кофту, наверное, надевать. Не знаю, успею я ещё что-нибудь сделать или нет. Берёзы наклоняются. Ох уж, это сельская жизнь. Ну, знаете, прикольно. Вот на земле отдыхаешь. Как почувствовала такое? Есть отдыха очень прикольное. Так что мне нравится. Что вы тут делаете? Это же, кстати, малина. Вот малина. Нам это всё не надо. Срезайте. По возможности. Что ты в меня малиной кидаешься? Что это было сейчас? Вот что. О, покажи. Смотрите. Первый раз пользуемся. Здравствуйте, Китай. Вот, пожалуйста. Ну, то есть здесь настолько мягкое дерево, что вот металлическая ручка продавила... Металлическая вот эта вот ножница, так сказать, продавила вот эту мягкую ручку и вылезла наружу. Ну, всё понятно. Всё. Тухта полная. Такое больше мы не берём. Да, это 15 рублей, да. Ну, хотя бы 15 рублей, да. Ещё не жалко. Попробовали бы вот это дерево срезать? Получится или нет? Есть такое вот дерево тоненькое. Ну, как-то вот есть сомнения. Не, мне кажется, не подойдёт штука эта. Ого! О, сейчас, подожди, я снимаю. Ничего себе. Ты видел? Опа! Вот тут вот застегни, я просто не вижу. Испытываем новую эту пилочку. 10 рублей ножовка. Ножовку, да. Ну, знаешь, прогресс есть. Нет, так она пилит, конечно. Это, кстати, возможно, одно из самых толстых судьберей. Нет, вон самое толстое. Знаешь, что самое страшное? Что оно на нас может упасть. Как его направить куда-нибудь? Когда мы до конца допилим, мы просто его ногой толкнём. Аж не будем до конца его пилить. Отни на жестко. Хорошо. Что эти сливы здесь? Сливы? Вот это слива? Представляете, это слива, а мы не знали. О, я вижу сливочку. Точно, вот слива. Срезаем сливу. Конечно, растёт она в плохом месте. Небо затянутое вот такое. Народ попрятался в соседей. Даже видно, вот видите, капли какие. Мама! Отходи, отходи. Вылазь, вылазь, вылазь. Всё. Повалили одно. Ура! Ура! Смотрите, что мы сделали. Это победа! Ура! Спасибо, да? Первое готово. Класс! Я же трех это сделал. И тут прям ураган просто посмотрите, что начинается. Всё, бежим. Берём еду и бежим в машину. У меня прям, видите, капли по лбустика. Ну, в общем, вы поняли, что как бы у нас есть цель, и мы стремимся всё сделать именно тогда, когда мы запланировали. Поэтому вот мы приехали и пытаемся тут взмогаться, сражаться с этим всем. Не хотелось откладывать, но потом, блин, капли на носу. Вот, поэтому, в принципе, мы в процессе. Я не знаю, удастся нам сегодня ещё что-то сделать или нет, потому что просто жесть. Но, тем не менее, когда у тебя есть цель, и ты её достигаешь, сделать хотя бы что-то именно тогда, когда ты наметил это. Это очень здорово, это очень помогает, вдохновляет двигаться дальше. Поэтому я очень рада, что мы сегодня приехали втроём и пытаемся что-то здесь сделать. Это круто. Вот такая погода. Сейчас резко всё небо затянулось, и пошёл дождь. Вот так. Сейчас посидим, покушаем, и будем думать уже по обстановке, что дальше. Показываю вам походный вариант бутербродов. Вообще супер вещь. Уже нас не раз выручает. Есть у нас с белым хлебом и с тёмным. Ещё есть с разной колбасой. Но сам факт. С тёмным хлебом мне нравится больше всего. Просто в сэндвичнице два ломтика хлеба, колбаса, какая у вас есть, просто кетчуп и ещё сверху сыр. Очень круто, питательно и так далее. Нам очень всем понравилось, так что мы делаем это периодически. Приятного нам аппетита. Пока идёт дождик, мы кушаем. Вроде бы немножко получше стало. Дождь почти закончился, и мы снова в деле. Пойдём сейчас взмогаться. Мне вам чем-нибудь помочь? Ты будешь снимать. Морально. Сдевать. Не, я думала пойти просто ещё траву пособирать. Не-не-не, ты больше не надо её. Ты что? Ну, она сейчас мокрая. Думаю, если будет плохо. Ты её, во-первых, не поднимешь, а во-вторых, мы её в тучу сложим, а она в неё, мы её не спалим пока. А, точно, она же мокрая. Ну, всё. Значит, на сегодня у нас с травой... С травой сегодня на сегодня всё. Так, мне ещё площадки нужно где-то всё. Гномиссио. Ну, конечно... Вот смотрите, как у него очки классно сидят. Вот здесь всё закрыто, как я вам говорила, и на лбу, вот здесь. Ну, так, ну всё. Очень классные очки. Дерево номер два. Всё? Круть. Ещё одно готово. Блин, слушай, ну так вообще прекрасно. Я даже, если честно, не надеялась, что мы сможем всё-таки. Дерево номер два. Всё. Следующий. Следующий, сказал заведующий. No. Кто такой смешной в этом дождевике? Он очень спасает. Чувствуешь себя в бронежилете. За кустами созревшие смородины, за железной дорогой простор, ждёт меня моя малая родина, ждёт меня мой родительский двор. Вот такое четверостишее мне пришло сейчас в голову. Находясь здесь, я просто стою возле слив и смотрю вот так вот вдаль. К нам пришёл сосед, который нас ещё не знает, разговаривает с Лёшкой. А я стою, наслаждаюсь природой. Дождь закончился. Очень комфортно на улице, свежо. Вот, поэтому вот немножечко вас посвящаю в свою жизнь. Вот рассказала вам четверостишее. Возможно, оно перейдёт во что-то большее. Возможно, так и останется таким коротеньким, да. Но, тем не менее, вот тоже, если вам интересно, можете зайти в мой инстаграм. Там есть ссылка на мои стихи. Стихи я пишу, наверное, лет с десяти. Первый стих написала в десять. Ну и как-то по жизни, в общем, писательство, скажем так, присутствует рядом со мной. Меня вот часто приглашают на всякие поэтические вечера, чтобы я выступала перед молодыми авторами или просто перед какими-то зрителями, или когда поэты собираются вместе и просто зачитывают все свои стихи. Ну, как бы посвящают друг друга в своё творчество. Это, конечно, здорово, но как-то я не принимаю в этом участие. Просто как бы мне пишут и говорят, вы должны выступить, там, то-сё. Я как-то стесняюсь массовых выступлений, каких-то массовых таких сборищ, где мне надо стоять на сцене и кому-то вот что-то рассказывать. Как-то вот с публичными выступлениями у меня всегда не совсем задавалось, скажем так. Я всегда очень волновалась и всё такое. Поэтому на поэтические вечера я до сих пор не хожу. Возможно, когда-то я всё-таки осмелюсь, но боюсь, что как только я выйду на сцену, то я сразу всё забуду и не смогу ничего сказать. Есть у меня такой страх. Также мне часто пишут разные издательства, белорусские, российские, предлагают опубликовать мои стихи. Но я тоже в этом участие не принимаю, потому что вот, как я спрашивала крайний раз, там говорилось, что нужно, получается, оплатить сначала 500 рублей. Они публикуют сборники моих стихов, там определённый тираж, не помню сколько, 100 копий, что-то такое. И, значит, эти книжки где-то там у них находятся, они их продают. Но вначале, получается, я плачу за то, что они их опубликовывают. Потом эти книги находятся у них, и они их продают. И вот, получается, уже от продаж они мне дают тоже какие-то деньги. Ну, как-то жаба душит отдавать тоже 500 рублей. Может быть, я когда-то к этому тоже приду, но пока что жабка меня немножечко подтачивает. Что же ещё вам рассказать? А, ну вот на премии часто тоже на всякие меня номинируют без моего ведома, и потом уже по факту вы номинированы, там, бла-бла-бла, пишут мне. Вот была премия недавно тоже, там, неформатно она называлась, для молодых авторов. Мне даже потом прислали диплом, то есть всё так серьёзно. Я немножечко играю на музыкальных инструментах, но вот с музыкой у меня как-то не очень. Хотя мне очень бы хотелось действительно играть на чём-то на профессиональном уровне, но как-то вот у меня не совсем с этим сложилось. Надо было с детства не запускать, а мне в детстве как-то было не очень интересно этим заниматься. А сейчас вроде был бы и рад, потому что я пишу песни, я слышу в голове, как какая песня моя должна звучать. У меня есть мотив, то есть я чётко знаю, как она должна звучать. Но, к сожалению, у меня не хватает навыков игры на музыкальных инструментах, чтобы эту свою песню как бы окутать музыкой, обыграть. Поэтому мне очень сложно донести до кого-то другого, то есть её содержание в целом. Не касаемо текста, да, а в общем. Поэтому, не знаю, было бы круто найти музыкантов, с которыми бы мы поняли друг друга. Я тоже знаю, что есть такой сайт, гитарбайк, где собираются разные музыканты, ищут группы, то есть творческие люди, которые друг друга ищут. Мне муж говорит, попробуй. То есть, ну, у меня есть задатки, скажем так, но не хватает мне тоже уверенности какой-то, чтобы к этому прийти. Поэтому, не знаю, возможно, возможно, я к этому когда-то приду, но психологически сейчас я как-то к этому не готова. Хотя мне очень обидно, что мои песни просто лежат в полочке, в тетрадках, грубо говоря. Любую мою песню, открыв, я могу её напеть, я знаю, что там где, как она должна звучать, где какой там проигрыш, где вступление, всё вот это. Но сама наиграть я не могу. Раньше я ещё могла на гитаре что-то наиграть. Давно гитару в руки не брала, сейчас я уже не смогу этого сделать, всё забывается, поэтому как-то так. Пишу рассказы, начала писать книгу, поэтому вот, ну, мне есть чем заниматься. Как бы писательство, как-то вот, литература, они всегда были мне близки, скажем так, поэтому, наверное, это одно из моих любимых занятий, о чём-то задумываться, да, что-то в голове воображать, скажем так. Насчёт стихов я не могу запомнить их наизусть, то есть вот попросите меня рассказать сейчас что-то, да. Ну, я не вспомню, я вспомню частями, но как-то оно приходит и уходит. Если я не записала, то я сразу же забыла. Вот, сейчас я пишу книгу, я не знаю, насколько меня хватит, потому что книга всё-таки это такое крупное произведение. Мне намного легче писать рассказы, я рассказы тоже писала, там даже на ютубчике кто-то мои рассказы озвучивал, то есть там некоторые такие короткие истории есть, которые люди читают и уже берут, пользуются ими, скажем так. Ну, вот рассказы в стиле Эдгара Алла Напо, один из моих любимых писателей, скажем так. Он тоже писал стихи и тоже писал рассказы. Вот мне тоже проще работать с каким-то коротким таким форматом, небольшим, нежели писать книги. Хотя мне было бы очень интересно закончить книгу, и, возможно, если у меня получится это сделать, может быть, и я её и сдам. Пока это вопрос времени и моей выносливости. Вот такие вот дела. Так что вот так вот стою и, задумчивая, смотрю на берёзы, наслаждаюсь видами, надо бы пойти поработать, что-то сделать. Мама вон берёзы всё пытается там что-то ветки им обрезать. Лёша ещё разговаривает с соседом, а я разговариваю с вами. Ну, наверное, уже хватит, пойду помогать. Мама срезала барбарис. А что ты сейчас будешь делать? Облагораживать берёзку. Давай я попробую. Мне тоже интересно. Не поднимай так руки высоко. Давай я, я выше. Нет. Почему? Потому что я люблю пилить. Понятно. Гаста пытается спилить сук. Не совсем у меня получается, конечно. Каши мало ела. Но, тем не менее, всё равно, даже если я бы вот так дольше постояла, я бы тоже смогла. Ну, я, может, и сейчас смогу, смотри. Конечно, сможешь. Пытаемся, пытаемся. Умница, умница, умница. Посмотрите, посмотрите. Видите, как я для вас хочу показать. Этот участник финиширует первым. Да, хочу показать, что я тоже могу, видите. Всё-таки она сняла. О, отпилила, ура! Получилось, получилось. Вот сколько лет этой берёзе, интересно. Посмотри, какая стала так красивая. Я же сучки снизу обрезала. Красивая. Конечно, красивая. Ничего ей не мешает. Растёт себе. И всё. Что ты делаешь с пилой? Я пилю берёзу. Мы, видишь, облагораживали территорию. Вот что получается у нас. Ещё много, конечно, но, тем не менее, вот это место уже свободно. Вот так удалось облагородить берёзы. Вот одна красотка стояла вся заросшая в траве. Попытались её облагородить. Что там? Я вырвал вот это. И упал. Эх, не успела я заснять. Такой кадр дивный. Сейчас ещё будет. Давай. Не, может быть, и не будет тоненькая. Не успела. Что-то тоненькое. Эх. А руки-то скользят. Кто-то аж присел, да? Не, руки скользят, не получится. Кто молодец? А кто молодец? Кто молодец? Ты молодец. Все молодцы. Ну, это не отнять, не прибавить, как говорится. Ты молодцы. Я не подумал, жена, что сегодня ножовка станет основным инструментом. Так, а сучкорез, он вообще всё решает здесь. Нет, сучкорез понятно. Это вообще первостепенная вещь. Но я не думал, что мы сегодня будем это всё дело пилить. Ну, видишь, как круто, что мы взяли эту ножовку и взяли этот сучкорез. За 15 рублей ножницы отстой, конечно. Но как решают вот эти инструменты, это вообще невероятно. Всё, сейчас уже будем заканчивать. Лёша собирается повалить, наверное, самое большое дерево, которое здесь есть. И поедем домой, потому что всё равно... Не подходи близко. А, ты на меня будешь сейчас его? Буду туда, но я не уверен, что получится. Ладно, я постараюсь подойти здесь, вот. Отошла. У-у-у! Получилось! Сейчас надо допилить, чтобы его можно было снять. Хорошо. Ну, какой здесь ствол диаметром? Здесь сантиметров 15, не меньше. Ну да. Ну, в общем, вот такая у нас сегодня была работа. Наверное, я уже буду видео заканчивать. Потому что, суть, вы поняли, мы приехали поработать немного сегодня. Дождь испортил нам планы именно вот собрать траву вот эту всю. Ну, мы, конечно, что-то успели сделать. Но зато облагородили вон берёзы, начали заниматься сосной. Мама там ещё до сих пор что-то делает, вон ветки обрезает. Ну, знаете, сучкорез это вообще вещь. Посмотрите, как классно. Это всё сделал он. То есть все деревья благодаря сучкорезу мама смогла вот тоже. Она по большей части деревьями занималась. Вот что у неё получилось. Вот. Лёша там тоже. Половину этих кустов, так называемых, маленьких деревьев, сегодня тоже смог отпилить. Поэтому, ребята, не бойтесь ничего. Даже если вы ничего не умеете, как мы. У нас вообще, как я и говорила с Лёшей, просто ноль опыта в этом деле. Ну, мы просто берём и делаем. Да, может быть, неправильно. Но мы пытаемся. И у нас что-то даже получается. Всё? Всё, хватит. Я сам не могу. Всё. Мы закругляемся. А вам всего самого доброго. Смотрите нас далее. Надеюсь, мы порадуем вас ещё чем-нибудь интересным. До новых встреч. Пока.